Здравствуйте! В прямом эфире РТС новости в студии Наталья Чудина и в начале выпуска коротко о некоторых его темах. Датчики наблюдения за качеством воздуха в Абакане вновь показали опасный уровень загрязнения. Специалисты утверждают, что содержание вредных веществ в атмосфере по-прежнему находится на критической отметке. Чтобы обеспечить бесперебойную подачу тепла в Аскизе, правительству Хакасии пришлось брать на себя функции администрации села. Конкурсный управляющий не выполнил даже такие элементарные требования, как промывка котлов. В Абакане открылся первый детсад в Ясли, который принимает малышей в двухмесячном возрасте. На сегодняшний день ни один детский садик в Абакане не может похвастаться таким замечательным физиокабинетом. Один из старейших лесничих Хакасии Михаил Худик отметил 70-летний юбилей, но уходить на покой не собирается. Вот уже 35 лет Михаил Николаевич, хранитель леса. Абакан во власти смога. Дымка вновь окутала всю Минусинскую котловину. Накануне вечером люди чувствовали едкий запах дыма на улице. Датчики наблюдения за качеством атмосферного воздуха в Абакане показали опасный уровень загрязнения. Экологическая ситуация в Абакане и его окрестностях в осенне-зимний период продолжает оставаться напряженную. Видеть в какие грязно-серые одежды окутан город легко. Достаточно забраться на возвышенность. Последний раз виды Абакана с горы Самохвал мы снимали неделю назад. Как вы видите, с визуальной точки зрения ситуация выглядит несколько лучше. Хотя специалисты утверждают, что содержание вредных веществ в атмосфере по-прежнему находится на критической отметке. Эти данные подтверждают результаты замеров, которые доступны в специальном приложении. Оно позволяет в режиме реального времени следить за состоянием атмосферного воздуха. В столице Хакасии вечер понедельника дышать опасно. Во вторник ситуация лучше. Однако программа все равно советует людям сократить пребывание на улице. Сегодня на совещании в правительстве республики вопрос стабилизации экологической обстановки был одним из основных. Об этом глава региона рассказал в соцсетях. Валентин Коновалов отмечает, атмосферу загрязняют промышленные предприятия, котельные, автотранспорт и печное отопление. Кардинальное решение проблемы есть. Казификация региона или пониженный тариф для домовладений, которые отапливаются электроэнергией. Однако принять эти меры невозможно без воли федерального центра. Плюс нужны точные данные. Недавно в Абакане были установлены метеодатчики, которые подтвердили неблагоприятную экологическую ситуацию в столице республики и ее окрестностях. Однако датчики не сертифицированы и не подключены к системе гидрометцентра. Поэтому информация, которую они сообщают, не может быть использована для экспертных заключений. В Абакане планируется установить измерительное оборудование и специализированные посты, которые позволят точнее определять степень загрязнения воздуха и более эффективно осуществлять контрольно-надзорные функции. Что касается работ на ближайшую перспективу, то часть экологической нагрузки в Абакане может снять сибирская генерирующая компания, подведя к частным домам на юго-западе столицы республики, это 9-е и 10-е жилые районы, центральное отопление. 720 желающих было. Но, как обычно, это происходит, мы по опыту знаем. Если появляются ряды тепловой оси, то появляются и другие желающие. Сегодня мы проектируем тепловую сеть, которая позволит подключить от 1000 до 1500 домовладений. Соответственно, такой резерв будем закладывать. В свою очередь, Министерство природных ресурсов и экологии республики до 1 февраля должно разработать программу с привлечением федеральных средств. Она будет направлена на улучшение ситуации не только в Абакане, но и всей территории в границах Хакаско-Минусинской котловины. Андрей Пахабов, Александр Сердюк, РТС. Первый заместитель главы Черногорска Ольга Леонтьева покинула свой пост. Эту информацию подтвердили в администрации города угольщиков. Официально Ольга Леонтьева находится в отпуске до 11 декабря с последующим увольнением. Напомним, она замещала Василия Белоногова, когда тот сидел под домашним арестом по обвинению в коррупции. Главным образом, именно Леонтьевой пришлось отвечать за подготовку к отопительному сезону в прошлом году. Не исключено, что на такой радикальный шаг, как увольнение своей правой руки, Белоногова подтолкнула растущая популярность Леонтьевой, сообщает информагентство Хакасия. У самого же мэра авторитет среди горожан практически сведен к минимуму, пишет агентство. В Аскизе введен режим чрезвычайной ситуации. Поводом для этого стала неготовность третьей котельной к зиме. Еще на прошлой неделе в поселке начались перебои с теплоснабжением. Котельная несколько раз останавливалась, часть жителей сидела с остывшими батареями. Вмешаться в ситуацию пришлось республиканским властям. Сегодня котельная номер 3 находится в тяжелых условиях. Как оказалось, ее подготовкой к зиме не занимались. Комплексный управляющий не выполнил даже такие элементарные требования, как промывка котлов. О своих обязанностях все же вспомнил. За работу взялся на прошлой неделе. Но из-за морозов и большой нагрузки оборудование не выдержало. Один из котлов вышел из строя и в домах сельчан стало холодать. Воскидские власти о состоянии котельной знали. Однако сообщать о проблеме правительству Хакасии не торопились. О перебоях с теплоснабжением в поселке республиканские власти узнали лишь через несколько дней. Были приняты оперативные меры. Куплен новый котел, найдены деньги на ремонт. Казалось бы, проблема решена. Однако приступить к ремонту конкурсный управляющий не пожелал. Местная администрация, в свою очередь, отказалась брать объект на баланс. Накануне заместитель главы Хакасии, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства, провели в эскизе экстренное совещание, чтобы поставить точку в этом вопросе. Подрядчик наш, гарантии наши, пожалуйста, поставьте котел, вас уговариваем. Вы не желаете принимать имущество. Ну что будет дальше? Ну поставим новый котел. Ну кто там что будет делать? Ну не хочет человек заниматься. Закончилось конкурсное производство. По какой причине не принимаете имущество? Как оказалось, причин у администрации поселения много. В первую очередь, содержание объекта может нанести ущерб местному бюджету. Во-вторых, чтобы заменить котел, нужно снести одну из стен здания. Без заключения специалистов местные власти не готовы рисковать. Между тем, никаких действий для организации проведения оценки безопасности администрации эскиза принято не было. Если вы стесняетесь, боитесь принимать какие-то решения, ну я бы встал и ушел. Там, где я считаю себя свободным принимать решения. Пол села, так сказать, на ваших плечах. И когда разморозите село, я думаю, там найдут, кто прав, кто виноват. Люди уже приняли на самом деле решение. Но чуть-чуть есть страх и чуть-чуть подстраховки личного главы сельского совета. А теперь присутствуют и надзорные органы, и вас, и мы здесь присутствуем. Мы принимаем решение о том, чтобы разбирать уже без согласия. Прописываем в КЧС, поручаем главного инженера, чтобы он начал разбирать этот проем. Установить новый котел планируется к концу этой недели. Затем будет решен вопрос о поставке котельной на баланс муниципалитета. Отмечу, на данный момент перебоев с теплоснабжением в Аскизе нет. Виктория Титова, Дмитрий Парахин, РТС. Новый детский сад «Филипок» торжественно открыли сегодня в республиканской столице. Это первое в Абакане дошкольное учреждение, куда принимают малышей с двух месяцев. С подробностями Оскара Артамонов. Этого события родители самых маленьких абаканцев ожидали с нетерпением. Новый детский сад «Филипок» распахнул свои двери для мальчишек и девчонок. Здание рассчитано на 330 воспитанников. В том числе созданы все условия для малюток, начиная с двух месяцев. Проект разработан абаканскими специалистами. Оснащение по последнему слову техники. А для ребятишек постарше – прекрасный бассейн, где они смогут укреплять свое здоровье под руководством опытного инструктора по плаванию. Чем отличается наш детский сад от других детских садов с бассейнами? То есть это первый детский сад с таким покрытием. То есть оно абсолютно не травмоопасно, это не кафель, это ПВХ-мембрана. Отдельного внимания заслуживает медицинский блок, оснащенный всем необходимым оборудованием. Процедурное, прививочное. Фактически ребятишки смогут получать всю первичную медпомощь, не выходя из детского сада. На сегодняшний день ни один детский садик в Абакане не может похвастаться таким замечательным физиокабинетом. Здесь есть полный комплекс оборудования для лечения лорзаболеваний. Общая стоимость строительства и оснащения – порядка 180 миллионов рублей. Детский сад был возведен в рамках нацпроекта «Демография». 91% – федеральные деньги, остальное вложил город. У нас в этом году мы получим дополнительно более тысячи мест для детишек. И, конечно, вот эта проблема нехватки мест в детских садах, я считаю, такими темпами мы ее за несколько лет сможем закрыть. До конца декабря в столице Хакасии планируется открыть еще два детских сада – на улице Литвинова и в новом районе Арбан. Оскар Артамонов, Дмитрий Парахин, РТС. Абаканские «Саяны» провели очередную серию выездных матчей. На этот раз соперником нашего клуба была команда «Сипсельмаш-2» из Новосибирска. Результат – сначала победа, затем поражение. В Новосибирске «Саяны» один в один повторили сценарий своего старта в Кемерово. В первой игре абаканцы уверенно переиграли хозяев поля со счетом 2-8. Однако на следующий день ситуация сложилась уже не в нашу пользу. Дублеры «Сипсельмаша» первыми пропустили гол, но в последующем стали играть намного острее. «Саяны» оказались в роли догоняющих, хотя дважды удавалось перевести счет в ничью. Но в финале все-таки пропустили два безответных мяча. 7-5, победа за новосибирским «Сипсельмашем-2», а 9 декабря в понедельник «Саяна» откроет хоккейный сезон в Хакасии. На своем поле клуб сразится с хабаровским «Ска-нефтяник». Жители Абакана продолжают обогащать мошенников. Один пострадавший перевел интернет-продавцу 110 тысяч рублей за двигатель на внедорожник. Другой больше 100 тысяч за получение выгодного кредита. О других происшествиях расскажем далее. В столице Хакасии в аварию попала скорая помощь сроженицей. Неотложка с мигалками и сиреной проезжала на красный свет перекресток улиц Некрасова и Чертыгашева. И столкнулась с иномаркой, которая ехала на зеленый. Роженицу увезла другая скорая. Медпомощь понадобилась и еще двум пострадавшим. В Абаканском районе сгорел человек. В ранним утром в Алидаможаков загорелась времянка. На момент прибытия огнеборцев строение было полностью в огне, обрушилась крыша. Владелец находился на месте. При разборе конструкции пожарные обнаружили обугленные останки человека. Личность погибшего и обстоятельства гибели устанавливает следствие. В Абакане мошенник украл 32 миллиона рублей. Столько чужих денег присвоил себе 45-летний горожанин. Он предлагал людям вносить личные сбережения под высокий процент в организации «Капитал, финанс» и «Держава». Суд приговорил злоумышленника к 7 годам колонии общего режима. Также с него будет взыскана сумма ущерба. В Черногорске из иномарки похитили полмиллиона рублей. Деньги и документы вытащили днём 28 ноября из «Хонды Степвагон», припаркованной у дома по улице Советской. Подозреваемые двое мужчин на вид 35-40 лет, среднего роста и телосложения. Полиция Черногорска просит всех, кто их узнал или располагает информацию о преступлении, обратиться по телефону на экране. Конфиденциальность и вознаграждение гарантируют. Кедру в Красной книге не бывать. Такое решение приняла комиссия экспертов на сегодняшнем заседании в Госкомитете по охране животного мира окружающей среды Хакасии. Почему? Расскажет Аскар Артамонов. По оценке экспертов, больше 40% от всего лесного массива Хакасии – это кедр. Даже без внесения в Красную книгу рубка этого дерева по действующему закону запрещена. Специалисты единодушны. Охранять главное богатство тайги, бороться с незаконным уничтожением кедра под видом санитарных рубок нужно. Но вносить его в список исчезающих видов – мера радикальная. Это парализует любую деятельность. Любой человек, содержащий у себя в кармане шишку ореховую, будет уголовно наказуем. Это вид в том числе и части этого вида. То есть шишки, они являются тоже, будут под запретом. Надо читать закон о Красной книге. Напомним, в октябре в общественной палате Хакасии уже проходили слушания. Как тогда, так и сегодня никто не проголосовал за внесение сибирского кедра в Красную книгу. Эксперты добавляют, существует целый набор превентивных мер, которые позволят оградить кедр от хищных бензопил. Может быть, также, как уже было сказано, усилить проведение рейдовых мероприятий, проведение мероприятий с участием представителей МВД по республике Хакасия, также общественных экологических инспекторов. Оскар Артамонов, Станислав Колченаев, РТС. Наскальное изображение горного массива Аглахты представили в Доме Российского исторического общества в Москве. Выставка «Сквозь века и пространство. Наскальное искусство России» стартовала 25 ноября. На ней представлены материалы по изучению четырех памятников древнего искусства, которые входят в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО от России. В их числе петроглифы горного массива Аглахты. На выставке можно ознакомиться с ключевыми достижениями в области изучения и документации проектами по сохранению памятников древности. Хранитель леса. Один из старейших лесничьих Хакасии отметил 70-летний юбилей. Михаил Худик и сейчас работает в хозяйстве. Своим примером он доказывает, любимому делу и возраст не помеха. Смирновский бор под надежным присмотром. Михаил Худик знает здесь чуть ли не каждое дерево. Работа такая. За его плечами больше полвека трудового стажа. Хакасию приехал еще в молодости с Кубани. Начал работать в Бейском овцесовхозе. С 80-х в лесопромышленном хозяйстве. Была лесомиллиоративная станция у нас в Кирбе. Это значит садили лесополосы на землях сельхозназначения по совхозам. В Кирбинском лесничестве на троих работников приходится свыше 4 тысяч гектаров леса. Это большая нагрузка и ответственность. Я говорю, уходы надо делать, убирать, где уже мешают друг другу. Оставлять где-то на полтора-два метра дерево от дерева. Специалист своего дела, неунывающий товарищ, несмотря на возраст свой довольно-таки приличный. Ну и хороший товарищ. Относится с душой к лесу. Ну не только к лесу. Тяжелый период, сезон пожаров. Сейчас, к новому году, люди рубят все, что с иголками. Достается даже сосна. Тоже приходится следить за порядком. Одна из задач – лесовосстановление. Люблю деревья садить, ухаживать за ними. Это должно быть в душе заложено. Если у человека не заложено в душе, допустим, любовь к природе, то как бы ему по барабану. Горит там, не горит, растет, не растет. А я вот не такой человек. Мне нравится, когда все цветет, растет, душу радует. Имеет много почетных грамот, в том числе от Федерального агентства лесного хозяйства. Вырастил сына и дочь. Двое правнуков и двое правнучек. А уж деревьев посадил. На целый лес хватит. Вот уже 35 лет Михаил Николаевич – хранитель леса. Работы хватает круглый год, трудностей много, но он ни разу не пожалел о своем выборе. И готов работать столько, сколько позволит здоровье. А здоровье ему дарит природа. Хакасский колледж профессиональных технологий, экономики и сервиса получит солидный грант из федерального бюджета. Учреждение профобразования прошло жесткий конкурсный отбор. И в следующем году получит больше 9 миллионов рублей. На эти деньги планируется создать 5 мастерских, а также обновить материально-техническую базу колледжа. Диспансеризацию будем проходить по-новому. Теперь у пациентов будут выявлять диабет на ранних стадиях и склонность к возрастным заболеваниям. В России продолжает действовать программа бесплатной диспансеризации. Каждые 3 года любой взрослый может пройти профилактическое обследование. После 40 лет каждый год. На данный момент измеряют давление, проверяют уровень холестерина и глюкозы в крови. Не так давно в программу включили сдачу анализов на онкозаболевания. Теперь будут выявлять и диабет. А у пожилых – болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Перечень расширится уже с 2020 года. ГИБДД хочет пересадить автолюбителей на общественный транспорт, так как построить столько городских дорог, чтобы все автомобилисты чувствовали себя свободно и комфортно, невозможно. По мнению федеральных чиновников, пересадка в общественный транспорт поможет повысить пропускную способность на дорогах, а также сделать их свободнее. Слишком много автомобилей стало на городских дорогах. Не секрет, что сейчас в каждой семье иметь две машины стало нормой. Выход из этой ситуации один – возвращаться к старому советскому способу, то есть использовать массовый общественный транспорт, передает ТАСС. В республике все чаще стали использовать инновационные методы строительства. Как возводят современные здания и в чем их особенность, сегодня узнал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Хакаси. Для этого чиновник прогулялся по этажам одной из новостроек Абакана. Чтобы узнать, как возводят современные дома в Хакаси, министр строительства и ЖКХ решил прогуляться по коридорам одной из новостроек. Проект подглядели на одном из форумов по инновационным разработкам в Москве. Чтобы довести его до ума, ушло много лет и сил, но это того стоило. Сегодня такие дома пользуются большим спросом. Главное преимущество – прочность и безопасность. Их обеспечивает железобетон. Закупать его застройщик предпочитает с завода. Это гораздо надежнее, чем заливать на месте. Здесь как конструктор. Изделия изготавливаются на заводе, на сверхпрочной, сверхсовременной опалубке. Естественно, здесь дополнительная гарантия, во-первых, того, что бетон, который требует проект, соблюдается маркой бетона на заводе, в заводских условиях, потому что там нет ни мороза, ни ветра, ни холода, ни дождя, ничего, что бы мешало для производства вот этих конструкций. Строители отмечают, собирать дом из готового материала гораздо легче. К тому же этот способ сильно экономит время. К примеру, чтобы возвести такую 17-этажку, у строителей уйдет всего полтора года. Однако одной только надежности и скорости недостаточно, чтобы удовлетворить будущих жильцов. Для них важен еще и комфорт. Поэтому при строительстве современных зданий большое внимание уделяется их планировке. Главное – использовать пространство с умом. Абсолютно нет каких-то ненужных площадей. То есть это либо квартиры, квадратные метры. Если это общая площадь, то здесь все очень компактно, сделано очень удобно. Индивидуальная система отопления. То есть есть возможность по индивидуальному счетчику рассчитываться. То есть сколько ты тепла потребил, соответственно, столько ты и заплатишь. Это очень удобно, не будет никаких споров. Я думаю, что это такие современные подходы, которые должны реализовываться, в принципе, уже в каждом доме. Виктория Титова, Дмитрий Щеглов, РТС. На этом у меня все. Я уже готова передать слово моей коллеге, ведущей рубрике «Все эти» Полине Назаровой. Она расскажет о самом горячем в интернете. Добрый вечер, Полина. Добрый вечер, Наташа. Добрый вечер, дорогие друзья. Наташа, у нас то вот в Забайкале люди разбиваются, то накануне министр сельского хозяйства Хакасия в ДТП попал. Расскажи, пожалуйста, как пытаешься себя обезопасить в такое небезопасное время? Во-первых, перехожу всегда дорогу на зеленый, чего и остальным, собственно говоря, советую. Оставляю тебя обсуждать с нашими телезрителями безопасность на дорогах. Я же с вами прощаюсь. Удачи, до встречи в эфире. И правильно Наташа делает, потому что летают только так. Вот, например, утренняя авария в Черногорске. Две машины поцеловались на перекрестке Юбилейной и на Марку. Судя по кадрам, развернула так, что закинула на пешеходную зону. В сети комментаторы отмечают, что если бы там стояли люди, трагедии было бы не избежать. Поэтому берегите себя и держитесь подальше от дороги. Не только гололед провоцирует аварии. Вопиющий случай произошел в Саиногорске. В городе Металургов остановили водителя. Мало того, что тот оказался пьян, так еще и наркотики с собой вез. Любителя горячительного и незаконного задержали. Наша республика станет еще культурнее. Речь о местном каменном лесе. Инициатором стал Госкомитет по охране животного мира. Необычные каменные наросты расположены в Ширинском районе, вблизи Бескомжи. Сюда круглый год тянутся косяками туристы, поэтому инициативу поддержали и в сети, и местные жители. Здесь планируется создать туртропы. И грянет темнота. У соседей из Норильска началась полярная ночь. Теперь до середины января в городе будет почти всегда темно. Рассветает буквально на пару часов, примерно в 11 утра, а уже в 3 по полудня заход солнца. На практике же северяне и так не видят белого света из-за работы и учебы. Зато в это время получаются отличные фото и видео северного сияния. Убедитесь сами. Новый год на носу. Эксперты уже подсчитали, сколько кровно заработанных россияне потратят на праздничный стол. На покупку продуктов жители России в среднем потратят 10 тысяч рублей. Традиционно покупают овощи, фрукты, сыр, рыбу, птицу и мясо. Согласно исследованию, спрос на эти товары подпрыгнет за неделю до главного праздника страны. А вот пик продаж выпадет на 24-28 декабря. А вот насчет напитков все остается неизменно. В лидерах шампанское, вино, а также газировка и соки. А вот российский гидромет напророчил в стране теплый и снежный декабрь. Температура будет выше нормы на 40%. Под теплый фронт попадут северо-западный федеральный округ, Приволжский, запад центрального округа и Сибирь. Синоптики уточняют, это не значит, что тепло будет все время. Декабрь будет крайне неустойчивым и скачкообразным. То тепель, то сильные морозы. Между тем, нам и нашим соседям из Красноярска, Барнаула, Иркутска, Братска и Томска обещают ну очень снежный месяц. Так что убирать демисезонные вещи далеко не стоит. Это были все новости, которые попали в мои сети. Сегодня узнать еще больше можно на нашем сайте tvrts.ru, ютубе и во всех соцсетях РТС. Далее вас ждет прогноз погоды на ближайшие дни. А я с вами прощаюсь. Удачи! Продолжение следует...